13.07 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает главный редактор журнала «Товар день. Товар» Николай Гуликов. Коля, привет. Привет, Свет. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем приятного аппетита. Да, есть один вопрос на сайте хакирова.ру. Напоминаю, что у вас, слушатели, всегда есть возможность задавать вопросы нашим гостям заранее. Мы накануне дня передачи размещаем этот анонс. Он есть, я его чуть попозже задам. Он касается независимой прессы в городе Кирове. Начнём с другого. Начнём с события, которое поразило воображение лично моё и многих моих собеседников. Это байк-шоу, открытие байкерского сезона на Театральной площади. И поразило оно суммой гостей, которые участвовали в его открытии. И особенно всем понравился Марк, который был в косухе с бородой. И незнающий человек решил бы, наверное, что самый главный байкер всей Кировской области там, собственно, выступает. Чуть позже к этому перейдём, наверное. Но мне кажется, что это как-то связано с приездом патриарха Московского и всей Руси Кирилла в Кировскую область. Кроме шутер. То есть, ты полагаешь, что приезду патриарха в косухе одевают, да? Я не знаю, в чём приедет патриарх, честно говоря. Но я как-то на Валаме видела, собственно, как на водных мотоциклах и на мотоциклах служители церкви великолепно совершенно смотрятся и держатся, очевидно, профессионально практически. Ну, да ладно, к байк-шоу чуть позже, а сейчас визит к патриарху всё-таки важнее, как мне кажется. Ну, ты, может быть, где-то оспоришь это. В Кировскую область он точно уже приедет, как в Вятской епархии заявили, и возглавит торжества Великолепского крестного хода. Как ты считаешь, что это конкретно для Великолепского крестного хода одного из важнейших событий, мне кажется, не только в церковной жизни региона, а и в культурной, и в туристической? Ну, насчёт туристической, культурной жизни я, наверное, говорить не буду. Я уже много раз об этом говорил. Что касается вот именно части вот людей, которые искренне верят в Бога, будучи православными верующими, да, я не думаю, что человек, который искренне не верит, должен входить в этот вход, да. То есть, как бы это не совсем было бы правильно. Не в этом дело. Визит патриарха, ну, в принципе, в той системе, которая у нас сложилась, государственная, где церковь занимает очень важное место, именно православная русская церковь. То есть, практически, это определённое министерство, я бы даже сказал так, потому что по степени влияния церковных решений на дела государственные наоборот, то есть, всё очень сильно приобрелось. Я бы приравнял визит, скажем так, патриарха, ну, практически к визиту заместителя Дмитрия Медведева, скажем так, вот по-светски говоря. Дмитрия Медведева. Причем, если бы к нам приехал, ну, заместитель премьер-министра, да. То есть, такого рода визиты, они всегда имеют некий смысл, некое значение и некие последствия. Да, но когда какие-то министры приезжают в ЖИКах, строительство, ещё что-то, мы понимаем, что у них просить надо. Ну, всё правильно. Здесь тоже что-то будет в таком же плане. А почему, Кирилл, нельзя чего-то попросить? Там такая же точная система финансовых взаимоотношений. И иногда федеральный центр помогает своим региональным подразделениям. Почему нет? Если провести его, ну, я не думаю, конечно, что он пройдёт весь путь. Я не думаю, что он это сделает. Но если показать ему, по крайней мере, это... Возглавит торжества. Торжества возглавит, то есть Великорецком, вероятнее всего. Но дорогу он это увидит. И увидит храмы, которые там по пути следования, увидит Великорецком храмы. И вполне возможно, какое-то финансовое вспомоществование от федерального уровня нашей православной церкви сюда последует. Я не думаю, что что-то плохое от этого визита будет, да, только хорошее. А для тех, кто на самом деле искренне верит в Бога по канонам православной церкви, это просто будет большой праздник, потому что довольно-таки редкое событие. То есть патриарх нечасто у нас бывает. Я вообще не помню, когда ты на приезжал. Я тоже не помню. Ну, вот ты говоришь, не буду говорить про культурную составляющую и туристическую составляющую. Однако приезд патриарха, который возглавит торжества, встретил по 6 июня, потому что 6-го это будет торжественная литургия и молебен в Свято-Успенском Трифоновом монастыре во время, собственно, хода. Это однозначно привлечет огромное количество верующих из других регионов и соседних. Я бы не сказал огромное количество верующих. Безусловно, увеличится поток верующих, но если говорить опять же о туризме, да, как... Туризм это все-таки бизнес. Да, конечно. И от туризма, как бизнеса, кто-то должен получать профит, то есть прибыль свою. Да, желательно. Желательно, да. Но здесь, вот сколько мы уже говорили о Великорианском крестном ходе, это, безусловно, для привлекательности региона этот ход имеет значение, а с точки зрения финансовой, мне кажется, не так. Как его используют с точки зрения финансовой. То есть, как бы, да, с точки зрения финансовой, вся прибыль, насколько я понимаю, насколько я вижу, как это происходит, естественно, в бухгалтерию ни в какую я не залезал, да, вот, вся прибыль уходит в отделенную от нашего государства церковь, то есть уходит туда. Да. И, как бы, вот для нас, да, для бюджета, если мы говорим о наполнении бюджета, эта часть туристической отрасли, она практически бессмысленна. Хорошо. Хорошо. Есть еще предположение, что все-таки это предвыборный ход приезда патриарха. Да. Потому что, ну, выборы, предвыборные кампании. Игорь Владимирович Васильев не скрывает, что он близок к церкви. Вот они с Марком Косухов вместе, и с Кириллом, говорят, он тоже знаком. С Кириллом, да, был к Кириллом, может быть, какой-то орден, да. И ему вручал орден, вот, буквально недавно. Там очень забавно вышло. Дело в том, что такой же орден есть у нашего депутата Госдумы Олега Дырьяновича Валенчука, точно такой же. Вот. И получилось так, что Игорь Владимирович сначала съездил на съезд садоводов. А потом получил... А еще и на том же визите, да, в ходе того же визита еще получил орден у патриарха, что как бы вот все вместе сложилось, так очень красивая картинка. Два орденоносца и патриарха. Да, я думаю, что эти события с союзом садоводов, с Олегом Дырьяновичем и с Кириллом, они очень взаимосвязаны. Так, двигаемся дальше. То есть, ну, все-таки, ты считаешь, что Игорь Владимирович приложил эту трогу к приезду к патриархам? В любом случае, такого уровня визит без согласия, ну, условно говоря, без согласования с первым лицом региона, он невозможен, потому что, я еще раз говорю, что это ранг очень высокий для нашей страны. Патриарх. Вот. Говорить, что Кириллу приедет агитировать за Васильева, я, наверное, не рискнул бы. Это очень разный уровень. И если говорить о том, что есть какой-то предвыборный характер у этого визита, то это, скорее всего, мне кажется, связано с выборами 2018 года. Выборы президента, да? Гораздо более важные для федеральной власти выборы. Гораздо более важные. И вполне возможно, что в это русло вписывалось. Потому что ясно, что Церковь у нас активный агитатор на выборах. Она давно уже эту функцию исполняет. И очень хорошо исполняет. Потому что мы понимаем, как слово наставника духовного, оно важно для людей, которые голосуют. А в Церковь ходят в основном люди, которые голосуют. То есть люди уже более возрастной такой категории, которые привыкли и ходят на выборы. Понятно, что это очень сильный инструмент при выборной войне. Но я не думаю, что этот визит связан именно с нашими губернаторскими выборами. Немножко не тот уровень. Хорошо, тогда про нашего, да, руководителя нашей Церкви. С тобой поговорим. Участие Владыки Марка в открытии байк-сезона. Одновременно с участием также Игоря Васильева. Замечательный совершенно фотоотчет на сайте бизнес-новостей. Тогда же в воскресенье последовал. Вот это, наверное, уже свет можно вполне вписать в то, что происходит у нас с начала предупрежденной кампании, старт предупрежденной кампании. Потому что и до этого уже замечены на мероприятиях были вместе Марк и Игорь Владимирович. Причем на мероприятиях, где именно была агитация определенная. Игорь Владимирович, я вспомню тот же концерт этого аргентинского австралийского гитариста. То есть это уже тема пошла. Это уже уровень нашего губернатора. И такого рода мероприятия, связанные с байкерством, популярным в определенном молодежном среде, они вот как бы... Ведь это не первый опыт наших священнослужителей по работе с байкерами. Сама знаешь прекрасно, что, по-моему, даже чуть ли не в России первый орден преображения у нас был создан, где священнослужители объединились с молодежным движением и стали наставлять его в Кирове на истинный путь. Поэтому как бы новизны большой в этом нет. Но то, что уровень повысился, и уже не просто там настоятель какого-то храма, а уже архиепископ, чин-то, по-моему, такой, я не помню точно, митрополит, не помню точно, не очень разбираюсь в этой иерархии. Высокого чина церковнослужитель и губернатор. То есть здесь, конечно, уже определенный предвыборный душок есть. То есть ничего дурного в этом нет. Каждый может использовать эти возможности, которые имеет. Хорошо. Продолжаем особое мнение. Ну, буквально сделаем перерыв на полминуты. После чего с новыми вопросами здесь, в этой студии, и с своими ответами Николай Голиков. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Особое мнение высказывает сегодня главный редактор журнала «Товар. Деньги товар» Николай Голиков. Мы переходим к городским вопросам. И я хочу с тобой обсудить историю с неожиданным порывом ветра. Такой силой, что он снес практически достроенное здание спорткомплекса на улице Воровского. Ну, не только здание спорткомплекса. Он много что успел снести в нашем городе. Мне не понравилось слово «свет» «неожиданный». Почему он неожиданный? О том, чтобы вот ветер, в общем-то, предупреждали, как всегда, заранее. Ну, я думаю, что когда строится здание, в принципе, надо понимать, что есть ветер. Ну, вообще, если это строится не избушка там наф-нафа и нуф-нуфа, я имею в виду, да, то есть вот этих вот трех поросят, а строится капитальное здание, то вопрос от того, что будет порыв ветра, он вообще не должен рассматриваться. Ветер не может капитальное строение никаким образом повредить. Давай поясним еще слушателям еще раз там координаты. Это около Макдональдса на улице Воровского, напротив Большого Глобуса, достаточно большое такое здание, которое строилось как спортивный комплекс, и оно должно было быть данным с отделкой, с отделкой к первому июня этого года. Порыв ветра, который там налетел, когда? Вчера. Вчера? Вчера. Вчера, точно. Попугал нас ветром, после чего все прекратилось. Он все снес напрочь, остался только остров. Ну вот ты знаешь, насчет отделки ты тоже хорошо сказал, а, видимо, отделку просто сделать не успели. Дело в том, что специалисты говорят, что иногда вот такое здание спасается просто за счет того, что обои успеют поклеить, да? У нас в Кирове есть несколько зданий, где реально вот эти вот трещины в здании возникают. И если бы... Почему? Обычная бумага, она очень крепкая на самом деле. Обычная, хорошая бумажная обоя, и, собственно, не дают этому зданию ползти дальше. Так что просто ребята не успели, видимо, сделать отделку, поэтому ветер вот, к сожалению, эту избушку снес. Самое обидное в этой истории, как, впрочем, в многих других наших таких грустных историях, да, вот связанных там с тем же льдом, там, со сульками, не знаю с чем, со снегом, скажешь, это ведь все всегда заранее известно, да? Неожиданные снегопады, да, у нас вот неожиданная зима, у нас всегда приходит весна, тоже у нас какая-то странная, неожиданная. Все это всегда заранее известно. И об этом же здании будущего этого спорткомплекса писали несколько наших порталов. Я сейчас на портале Керафро. Слухи в городе. Строящийся спорткомплекс опасен для жизни, задают вопрос наши коллеги. И пишут, что наш читатель сообщил нам о грубейших нарушениях при строительстве спорткомплекса на улице. Причем, там ведь, эту информацию я тоже видел, там ведь не просто читатель сообщил, читатель сообщил с очень точными техническими подробностями, с фотографиями. Кто-то из работы еще. Да, то есть человек, который в этом разбирается. Он сказал, что эта стройка не жизнеспособна, конкретно это сказал, да? Это было, по-моему, где-то за месяц до того как. Если не раньше, посмотри, да, тут точно так. Это было 4 апреля, 10 апреля. 10 апреля, практически за месяц до того, как вот этот неожиданный ветер эту избушку разрушил. Но информация была, и причем информация была хоть там и озаглавлена, что это некий слух, но информация была вполне конкретная, с данными, с наименованиями изделий, с характеристиками всех. И никто на нее не среагировал. Не сами строители, ну я понимаю, что они это и так знали, не те люди, которые контролируют строительство этого объекта. А у нас ведь строительный контроль, по идее, должен расширяться ежедневно. И вот каким-то образом, не знаю в надежде на какое, опять-таки авось, ну может быть и хорошо, что он разрушился сейчас, а не после 1 июня, да, может быть это и хорошо, потому что, по крайней мере, никто не пострадал. Да, то есть убытки, я думаю, понесет, конечно, компания строителей, совершенно справедливо, вот, ну люди, по крайней мере, не пострадали. Но вот это отношение к такого рода сигналам, оно меня всякий раз угнетает. Мы всегда все знаем заранее, терпеливо сидим и ждем, когда это произойдет. Здесь уже конкретно сообщают, СМИ распространяют информацию, и никто не вздрогнул. Никто со своего стула не поднялся? Потому что у нас есть люди, которые потом встают и красиво говорят, мы слухи не комментируем. Есть такое, это правда. Вот хорошо, будем ждать следующего, следующих слухов, следующего обрушения. И опять же, я говорю, дай бог, чтобы никто при этом не пострадал. Ты думаешь, последствия какие-то будут, наступят? Последствия наступят, я думаю, в порядке, там, может быть, уголовного производства какие-то, если будут нарушения. В отношении мастера какого-нибудь? Да, 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 потому что ведь окажется, на самом деле, не... Что застройщик не экономил деньги, а мастер не давал. Нет, не владелец же, конечно, фирмы, там все в документах порядки, здесь должно быть то-то, то-то, а уж там что сделали мастера, напрокачили. И какой-нибудь, а может быть даже не мастер, может вообще какой-нибудь сторож, у кого зарплат поменьше, чтобы вычитать можно было подольше потом этот ущерб. Вот так произойдет, мы не первый раз с этим сталкиваемся, это было у нас, вспомни, тот же клиентальный центр, там, вспомни, там, да много этих историй, да, когда в итоге отвечали люди, которые, ну, явно не принимали этих решений. Это мы говорили о... Это очень грустная история, на самом деле. Да, это мы говорили о разрушении почти достроенного спортивного комплекса на улице Воровского, все-таки правда, пока сосулька не прибьет старушку, ничего не случилось. А, и сосулька уже не первую старушку прибила, а что-то случилось. В том году это было, в этом году снова произошло. Так ведь даже руководитель города в отставку не подал, понимаешь? Хотя это уже второй случай, это прямая его ответственность. Понимаешь? Нет. Да. Сейчас хотелось бы немножко разрешить, разрядить обстановку и поговорить на любимую тобой тему, а конкретно поговорить за наш вятский футбол и любимую твою команду. Это ты называешь разрядить обстановку, да? Да, это всегда очень рады. Тут у нас сегодня тема, одна грустная и другая. Динамо выиграла последний матч. Понимаешь, Динамо выиграла последний матч, по крайней мере, этот розыгрыш первенства, без побед они не остались, хотя бы одну победу одержали. Это ничего не меняет. То есть они глухо отстают от всех ближайших своих соперников и не догонят. А тут посмотри, какая хорошая новость. Ольга Куземская возглавила Кировская Динамо. Она стала президентом футбольного клуба Динамо. И, значит, поясняется, что Ольга Куземская очень спортивная женщина. Это видно, она, кстати, прекрасно выглядит. Да, бодибилдер, бодифитнес. И в интернете даже можно найти ее, так сказать, без шутки. И, значит, Алексей Камшев, который раньше был президентом Динамо, он сейчас, насколько я понимаю, в Гордуме, да? Так он и был в Гордуме. Он говорит, что у Ольги Куземской достаточно опыта работы на руководящих должностях, и она способна справиться с работой президента клуба. А Куземская в ответ говорит, что вектор развития клуба будет сохранен. Вот это уже очень хорошая фраза. Что я на методу не уточняю? А лучших местных футболистов пригласят Динамо. Нет, не уточняется ничего. Не уточняется, потому что вектор... А расскажи нам про вектор развития клуба Динамо. Вектор последних лет развития, это Динамо просто тихонько угасало. Пока не угасло окончательно. Вот цифры из турнирной таблицы наивистого первенства об этом говорят, когда там команда уже в завершении практически чемпионата, имеет там сколько она сейчас, две ничейки, одна победа, пять очков. Вот. То если этот вектор будет сохраняться, то это скорее будет называться ликвидационная команда, нежели президент. Это главный ликвидатор будет. Ежели за счет повышения статуса президента Динамо все-таки удастся каким-то образом решать сфер финансовый... Ведь все упирается на самом деле в финансовые вопросы. Прямо таки все. Все, абсолютно все. Даже привлечь талантливую молодежь в клуб, где нет денег, это очень сложно. Она уедет в соседний город, где эти деньги есть. Так у нас, собственно говоря, и происходит. Очень многие воспитанники кировского футбола прекрасно играют в других городах, в профессиональные клубы. Там, где к этому изначально относятся по-другому. Я не говорю о том, что областной бюджет должен поддерживать профессиональный спорт финансовый. Потому что тем более сейчас и президент страны говорит, что это не надо делать, и премьер-министр, что это не надо делать. Денег нет. Но держаться-то как-то надо. А надо ли, вот вопрос, в этом конкретном контексте, в контексте развития таких команд, как «Динамо» и «Родина»? В любом конкретном случае, когда в городе развит вид спорта и нет профессионального коллектива, этот вид спорта обречен на вымирание, потому что нет вот именно того самого вектора. Когда мальчик начинает 6 лет заниматься футболом и знает, что в перспективе через 12 лет он может играть в команде мастеров. Есть перспектива, есть направление. Он хочет, он занимается, у него есть цель. Понимаешь? Если команду мастеров убрать, то цель пропадает. А я видела другую систему, Коль. Какую? Я видела буквально на днях программу про Китай и про ведущих футболистов мира, которых туда приглашают в качестве тренера. Покупают за деньги. Они открывают интернаты и туда свозят детей. У нас интернаты в цвет тоже есть. Которые там живут и вот они пополняют команды. У нас эти интернаты тоже есть, они у нас есть, они есть и в Сибири, есть и в Митровграде, условно говоря, есть футбольные интернаты. Но дело в том, что когда они открывались, в свое время Абрамович открыл прекрасный интернат. Как раз в Митровграде. Да, оттуда вышли несколько очень известных российских футболистов, даже на мировом уровне. Но ведь дело-то в том, что сменилась конъюнтура, и интернет это сейчас тоже не финансируется. Китайцы пошли по другому пути. Они тоже хотят развивать. Они делают то же, что сделали американцы. У американцев никогда не было развит футбол. Они его называют сокер. Обидным таким словом каким-то, мне кажется. Сосак. Ну, там другой корень, конечно, но суть та же. Они решили, что раз весь мир на этом зарабатывает деньги, то давайте мы тоже это сделаем. Они привезли кучу звезд. И сейчас у них футбол один из самых посещаемых видов спорта, и он на самом деле стал приносить им деньги. Но сколько они вложили в это, понимаешь? Здесь вопрос всегда именно финансовый, потому что никакой молодой человек на зарплату 12 тысяч бегать не пойдет. Ну, так скажи ты мне, пожалуйста, дорогой друг, вот если Георгий Барминов, министр спорта региона, заявляет в интервью первоисточнику, что правительство заинтересовано в том, чтобы большой спорт в области сохранился, такие клубы, как Родина и Динамо Олимпия развивались, но при этом поддержки от властей финансовой не ждите. Я сейчас к этому хотел перейти. Я всегда привожу очень простой пример. Я беру 2008 год, когда две команды, Динамо Киров и Светлотехника Саранск, играли в одной зоне второго дивизиона. И потом у нас наш великий Никита Юрьевич объявил, что мы больше не будем поддерживать профессиональный спорт. А из Мордовии тогда был там Николай Меркушкин, сказал, мы будем. Он не из бюджета их поддерживал. Он просто взял предприятие, не одно, а несколько предприятий. Поговорил с ним и все. Игорь Владимирович Васильев сделал то же самое в прошлом году. Ну, может быть, он не так убедительно поговорил. Как не так убедительно? Мы же даже тут в этой студии разговаривали о том, что люди собрались и выложили деньги, кто сколько мог. Возможно, эти деньги были потрачены неправильно. Может быть, он не проконтролировал дальнейшее их прохождение. Но, тем не менее, в 2008 году наши пути разошли. Сейчас продолжаю историю. Динамо Киров сейчас мы видим, где. А команда Мордовия, она переименовалась в команду Мордовия, находится сейчас в высшем дивизионе. Понимаешь, ведь это движение, оно какое? Когда ты находишься в низком дивизионе, ты затратная команда. Когда ты попадаешь в дивизионном выше, ты уже начинаешь отрабатывать деньги на рекламных контрактах. Когда ты попадаешь в высшую лигу, в премьер-лигу, ты уже вполне себе активный действующий агент. Ты можешь иметь генеральных спонсоров и так далее, и так далее. Тебя показывают по телевидению и так далее. То есть появляется уже доходный источник. Не везде он так велик, как хотелось бы, но несколько наших клубов совершенно спокойно уже существуют. Но ты призываешь опять напрячь наших бизнесменов, которые не хотят. Вот они не хотят. Они все там, знаешь, кто тайно, кто явно, говорят, мы не хотим финансировать. Знаешь, когда в студии здесь сидел Василий Васильевич Киселев, который, кстати, также очень напрягал бизнесменов, и они очень хотели отдавать эти деньги. Но дело в том, что они поступали правильно. И он им говорил правильно, ребята, эти деньги надо не мне отдавать. Эти деньги надо отдавать не кому-то еще. Эти деньги надо отдавать конкретно в клуб. И наблюдать, как и на что они тратятся. Вот тогда, когда предприниматель видит вот это движение денег, да, что они учли в какой-то там попечительский непонятный совет, где непонятно, кто ими как-то управляет и куда они уходят, тоже не видно. А когда конкретно клуб получает деньги от тебя напрямую, и ты видишь, куда эти деньги стоят, ты можешь это оговаривать. Ты знаешь, почему-то Василий Алексеевич говорит, что они как-то охотно и радостно соглашают. Футбол-то ведь любят, это спорт номер один. Ну и ты думаешь, с этой задачей Ольга Куземская справится? Ну, если с этой задачей не справится ИО-зам губернатора, значит, тогда дела у нас в футболу совсем плохие. Прерываемся сейчас на две минуты, буквально у нас реклама, после чего предложим особое мнение с Николаем Голиковым. Продолжается программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько свое особое мнение высказывает сегодня главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Возвращаемся к выборам, с чего начали, тем продолжаем, можно сказать. Я бы хотела обратить сейчас внимание наших слушателей, потому что ты-то уж прекрасно сам знаешь, о чем речь идет, на авторскую колонку главного редактора ТДТ Николая Голикова, между прочим. Авиакрита называется колонка, она свежая и, как всегда, отличается товар-деньги-товар коллажами замечательными. Тут такое на фоне нашего серого здания областного правительства сидит Будда на пустаменте вместо Ленина. И название Авиакрита тоже будет близкое название. Да, да, да. И, значит, такой подзаголовок, почему в Рио губернатора Игорь Васильев и его команда ведут себя так, словно очень хотят проиграть сентябрьские выборы. Ты знаешь, поскольку у нас радиопередачи, слушатели ждут, то Авиакритный ты не оделаешься. Это что такое? Это отказ от ответа, можно сказать, практически. Нет, Авиакрита, нет, это не отказ от ответа. Авиакрита – это бессмысленные и бесполезные вопросы. То есть, например, там, есть ли Бог в пиве, да? Есть ли у нас жизнь там в какой-то там планете? То есть, когда монах один докучневый пришел к Будде и задал ему вот эти вопросы насчет там Вселенной, насчет сути, смысла жизни и так далее, Будда ответил ему молчанием. Да, и ты вот тут проводишь очень много всяких параллелей, которые нужно разъяснить. Но вывод, который я делаю, он там, да, ну, совпадает, собственно, с твоим подзаголовком, что они хотят проиграть сентябрьские выборы. Ты вообще почему сомневаешься в жизнеспособности идеи Васильев, наш губернатор? Не сомневаясь в жизнеспособности идеи Васильев, наш губернатор, мне кажется, что сам губернатор немножко сомневается в жизнеспособности этой идеи, вот в чем дело. Началось все с того, что я иногда читаю у московских политологов, ну, есть такая дурная привычка, и там проскочила такая тема, что с приходом в администрацию президента Сергея Киренко, система поддержки назначенцев Владимира Путина резко изменилась. Теперь они не будут во что бы то ни стало добиваться того, чтобы их назначение было избран. Они будут добиваться того, чтобы был избран жизнеспособный губернатор. Вот мы тебе уже дали все, тебе дали благословение высшего инстаграма государства, дальше доказывай, способен ты на это, либо нет. Вот такая тема прошла, и прошла не у одного автора, из чего я сделаю, что где-то это было, видимо, сказано на каком-то из закрытых совещаний, либо собраний, потому что все независимые друг от друга из разных совершенно политических сил авторы не могут ссылаться на случайную какую-то цитату. Я подумал об этом, думаю, ага, а если федеральный ресурс будет молчать, что делает Игорь Владимирович для того, чтобы стать нашим губернатором? То есть молчать, не поддерживать ничем? Ну, может быть, как-то там, ну, короче, не будет там затыкать всем рты, зажимать там все остальное. Технологии не будут использовать? Технологии вот в таком массовом порядке использоваться не будут. Надо ресурс получить. Будет такая проверка, вот, а способен ли ты, да, на самом деле. Вот, а я еще подумал с другой стороны. А, Игорь Владимирович, это вообще надо или нет? Понимаешь, какая ситуация? Вот он был практически федеральным министром, да, руководителем. Очень серьезного. Очень серьезного уровня. И вот очень толковый мужик, он мне очень нравится, реально. Вот я сколько раз говорил, что он мне вот как вот, как человек очень симпатичен, да, него, ну, не может, человек такой вот, да, вот, и иметь каких-то других перспектив в жизни. Вот, вот, в Кировской области, я думаю, что Кировской области ему, да, Кировской область ему явно не снилось в таких снах, мечтах, да. И вот это предложение, Владимир Владимирович, я не думаю, что оно было для него оптимальным. С другой стороны, отказать Владимиру Владимировичу нельзя. Ну, нельзя. Я еще не слышал таких историй. Да, это случается только один раз, после этого можно, ну, не знаю, там, дай бог, в деревне тихо же мирно жить, где-нибудь очень далеко. Возникла такая дилемма, я думаю, тут не хочет человека, надо. Ведь есть же другой способ. Можно приехать, можно сымитировать некую деятельность, можно сымитировать некую предвыборную компанию и проиграть ее. Да? Ну, проиграл я. Ну, вот оказались сильнее какие-то местные силы, да, такая область вообще такая, она тормозная, тут все как-то местечковое такое. И я сравнил, вот смотри, вот если взять Игоря Владимировича, ему сейчас 56, 56, в сентябре будет по-прежнему 56. Он проиграл губернаторские выборы. Что-то в его жизни сильно изменилось? Нет, перспективы роста у него есть, есть и в бизнесе, с его связями. Да, я думаю, в политике он не пропадет, он остался тем же путинским человеком. А вот через пять лет, если он выиграет эти выборы, ему будет уже 61. И по руководит авиатской губернаторской. Да, еще, вероятнее всего, не особо хорошо, потому что этой губернии сложно хорошо руковать. С перспективами станет гораздо туже. И там, и там, и возраст уже другой, да. Вот зачем ему эти пять лет здесь? Вот ему просто, я не понимаю, зачем. Дальше мы начинаем уже смотреть, собственно говоря, а что, вот, как можно эти выборы проиграть? Это очень просто. Вот надо делать так, делает он. Вот смотри, та же идея, да, наведение элементарного порядка. Свет, ты же вот не только красивая женщина, у тебя же еще хозяйство, ребенок, да. Чтобы навести в квартире элементарный порядок, сколько минут нужно? Ну, Коль, пару дней. Элементарный порядок, Света. Я не говорю, что делать дневную уборку. Хорошо, каждое утро происходит. Да, это происходит каждое утро, это занимает несколько минут. У нас человек идет на выборы в сентябре под лозунгом наведения элементарного порядка и больше, чем через год после того, как он возглавил регион. Слушай, если мужик элементарный порядок больше года наводит, Свет, я даже понимаю, почему некоторые женщины живут в одиночку без мужиков, да? Потому что такой мужик нафиг не нужен. Ну, слушай. Ну, ты понимаешь прекрасно. Женщин во власти. То есть сам по себе лозунг, мало того, что он еще пересекается, может, как вы говорили в студии с известным стихотворением Алексея Константиновича Толстого, да, насчет порядка, которого нет. И сам лозунг, год наводить элементарный порядок, извините, это вот человек с таким лозунгом, это явно он хочет проиграть. Ну, он же прям в лозунг все уперлось, что ли. А ты знаешь, лозунги имеют большое значение, да? Дальше, да мы просто смотрим, что он делает, где он делает, с кем он ругается, к кому он дорогу переходит, да, как вот он этот самый элементарный порядок наводит, да. Мы понимаем, что как бы он не особо озадачен тем, чтобы вот как-то выстроить вокруг себя работоспособность. Это ты элиты кировские имеешь в виду? В том числе элиты кировские, не только кировские. Понимаешь, вот я не буду называть, безусловно, фамилии, я не хочу людей подводить, но когда ты говоришь с главами районов, которые приходят к тебе с вопросом, мы не понимаем, как его избирать. Потому что к нам пришли и сказали, вы должны ругать Белыха, и вы должны наводить элементарный порядок. Да, вот два пункта, наведение элементарного порядка и плохой, предыдущий губернатор. Во-первых, им непонятно, почему мы должны ругать человека, которого год назад хвалили, и который действительно что-то делал для нашего района. И люди это знают, тоже только мои, вспомни, да, как подбоделись очень многие населенные пункты за счет этого. Мы не понимаем, то есть мы в дурной ситуации. Во-вторых, насчет этого же порядка мы тоже не очень понимаем, потому что район маленький, все друга знают. Все прекрасно понимают, как кто работает, да, все понимают, что все, в общем-то, в порядке. И что значит, мы должны теперь вот, опять же, наших там малых бизнесменов, которые, собственно, наполняют наш бюджет, мы должны что? Забыть, выгнать или как? Осудить или что-то еще сделать? Почему мы должны это делать, если они, на самом деле, наполняют наш бюджет, дают нам работу? Да, там есть определенное трение, связанное с налогообложением, без этого никто у нас не живет. Они очень сложные, мы не понимаем, как за него агитировать. И нам никто не говорит, нам не объясняют. Ну, там есть еще, кстати говоря, третий вариант, третий вариант. Ведь, может быть, есть такая схема, что Игорь Владимирович избирается, да, год-два поработает, и дальше какая-то другая перспектива. Понимаешь, чтобы избраться, она довольно сложная и затратная. Гораздо проще, мне кажется, и дешевле просто, ну, проиграть или выйти во второй тур и там проиграть, не знаю. А разве это можно сделать без поставленной задачи, просто проиграть? Можно, то есть, если просто имитировать избирательную кампанию, а вот эта газета, которую выпустили массовым тиражом, что это как-то имитация избирательной кампании в апреле? А как она называется? Наш губернатор, я не помню. Это же, это просто вот изображение, мы потратили деньги вот на это самое, эффекты от этого. Ты в руках ее держал, в руках? Да, да, я держал ее в руках. Вот, эффект, любой политтехнолог, даже начинающий, скажет, что эффект от апрельской газеты, он равен ровно нулю, даже в плане того, чтобы повысить узнаваемость персонажа. Он ни о чем, это вот уже сейчас никто эту газету не вспомнит. Вот эти вот висящие штучки, которые еще шевелятся, иногда очень забавно приятно шевелятся, баннеры на улице, они скорее раздражают, потому что не очень понятно, что этот дядька здесь делает, кто он такой и так далее. А вот этой текущей работы такой, предвыборной, да, когда человек там что-то начинает делать такое, от чего до него никто не делал, и вот в процессе вот где-то к июлю, к августу это происходит, да, вот. У Никита Юрьевича это хорошо получалось. Этого нет, этого нет. То есть я понимаю так, что изначально расчет был такой, ну раз вы меня сюда послали, то гарантируйте мне избрание. Потом, видимо, это изменилось в связи с тем, что все-таки Кириенко появился в администрации президента, а раз вы не гарантируете мне избрание, то мне-то оно не особо и нужно. А с кем мы останемся-то, господи? А почему, почему так сразу грустно говоришь, с кем мы останемся? Так вот, оппозиция никак определиться не может. Ну, а определяться еще время есть. Мы останемся с тем человеком, который хочет быть губернатором, понимаешь? Это, по крайней мере, уже плюс. Ну, тогда это оптимизм, мне кажется. А какие-то локальные задачи, да, то есть связанные с тем, что вот сейчас правительство приехало же какое-то, работает, причем сам состав правительства, он говорит о том, что эта команда, по-моему, временная, да, вот их собрали на конкретный срок, до сентября, ребят, сидим, потом все по своим делам, да. За это время мы все там что-то утрясем, да, мы тут поставим своего оригинального оператора по мусору, это же будущие деньги, мы там в лесу посадим там свои, зачистим лес, уберем всех этих мелких ненужных местных предпринимателей, кого-то там своих приведем. Я условно очень говорю, я никого ни в чем не обвиняю, да, мы там, в чем миллиард нам на дороге поступил, мы проверим, чтобы этот миллиард ушел нужным поставщикам там, нужного там битума, не знаю чего, да, чтобы все ушло в нужные руки. Вот до 14 сентября у нас есть определенный проект, мы его решим, а потом разъедемся, нормально, хорошо, повеселимся за одно чуть-чуть. Вот именно это вот меня натолкнуло на мысль, что мы, скорее всего, вот идея, что Васильев наш губернатор, не овладела, во-первых, массами, во-вторых, не овладела и самим Игорем Владимировичем. Я так по следам колонки Авиакрита на сайте Товар, Деньги, Товар. Ну и вот, Анатолий дождался своей очереди, он вас спрашивает, а я ему оставила две минуты, есть ли в Кирове независимая пресса, спрашивают. Ну, во-первых, я возглавляю журнал, который, вот, как его не вертить, он независимый. Во-вторых, вот это слово независимое, оно обычно задают люди, которые, знаешь, хотят кого-нибудь грязью облить и говорят, вот, напечатайте эту статью у меня в газете, да, да, еще подпись свою поставьте, только не мою, потому что если узнают, что это я писал, кошмар будет. А когда ты говоришь, нет, я не буду отпечатать, он говорит, о-о-о, а говорите, что вы независимая пресса. Как это понимать? У каждого издания есть владелец, и суть независимости в том, что этих владельцев много, они разные, да. Ну, а с другой стороны, есть определенное правило игры, есть закон о печати, который мы должны уважать и соблюдать. Вот, независимая пресса в Кирове, безусловно, есть, безусловно, есть, и довольно-таки много. Другое дело, что понимать под словом независимость. Вот, а отвязной газеты, которая бы печатала все, что вам захочется, такого нет, и уже не будет в этой стране, пока у нас вот такой сейчас, пока у нас такая страна, этого уже не будет. Вот, то, что было в 90-е годы, уже не повторится. Потому что тогда, конечно, на требования закона, и закон был гораздо более мягок тогда, с тех пор его много раз изменили, и не особо внимательно за исполнением закона следили федеральные службы. Ну, тогда имеет смысл, наверное, сказать, есть ли у нас качественная пресса, может, об этом речь шла? Да. И качественная, и независимая. Другое дело, что независимость и вседозволенность, конечно, очень разные вещи. Николай Голиков, его особое мнение от программы подошло к концу. Микрофон работала Светлана Заньков. Всем до свидания. До свидания.